Зимние каникулы закончились Этот замок, который стоит за мной, его придумал дядька, который придумал карандаш Этого дядьку звали Йозеф Хартвуд Именно он был прародителем нынешнего карандаша И он же основал предприятие по выпуску карандашей Кахинор Впрочем, мы не о карандашах Йозеф Хартвуд был придворным архитектором князя Лихтенштейна Для которого и создал проект Яну Ваграда Заплатив по 50 крон за билет, это около 2 евро, мы отправились внутрь замка Сашке повезло, детям до 6 лет платить не нужно А нас порадовало то, что в замке нам разрешили снимать Правда, за это нужно было заплатить 100 крон Экскурсия началась уже во дворе Поскольку Яноград был построен исключительно как охотничий замок Где собирались для развлечений князья и даже короли В замке не только никто не жил, в нем даже негде было спать Более того, во всем замке никогда не было кухни А добычу с охотой готовили прямо во дворе на нескольких вертелах Поохотившись, наевшись и напившись, все гости разъезжались по домам Те, кто был в состоянии, садился на коня и уезжал сам А остальных развозили в повозках В залах Янограда в основном стояли столы и прочая мебель для пиршеств Нам приглянулись табуреты со вставками из керамики Такая вставка нагревалась на решетках в камине, а потом вставлялась обратно в табурет После чего охотники могли сидеть не замерзая и креять свои важные места Говорят, раньше во время свадебных обрядов жениха и невесту ставили с одной стороны зала, под голову кабана Потом решили, что голова кабана не лучшее украшение во время свадьбы И жениха с невестой во время обрядов начали ставить на противоположную сторону зала, под олений рога Даже не знаю, что все-таки лучше Охотились в Янограде в основном двумя способами В первом варианте зверя гнали до тех пор, пока у того не оставалось сил и тогда в него стреляли Второй способ для ленивых Когда охотники стояли на выстроенном заранее постаменте, а слуги гнали зверя на них Так что охотникам оставалось только лишь выстрелить С трех сторон замок окружает река Дия Сам он стоит на болотистой почве, в которую были вбиты дубовые сваи, удерживающие строение Пока дуб находится в воде, он очень крепок Но стоит ему высохнуть, как он становится хрупким Чтобы предотвратить разрушение и сохранить замок Его обкопали и искусственно поддерживают четырехметровый уровень воды под замком Замок является частью Валтицко-Летницкого ареала И добраться сюда можно, кроме всего прочего, также по воде Из города Летница сюда приходит маленький пароходик Приплывает к этой пристани и отсюда же уплывает, увозя посетителей замка обратно в город Летница В середине апреля лодки по реке еще не ходят Зато детская площадка открыта круглый год, чему очень радовался Сашка Мы сегодня были в замке Он мне сильно понравился, но мы хотим есть Тогда мы поехали До свидания, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok